Договоренностей достигнуть удалось немало. Теперь правительствам двух стран важно усилить работу по их реализации. Как отметил президент Садыр Джапаров, в короткие сроки необходимо организовать заседание Кыргызско-узбекской межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. На встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым Садыр Джапаров отметил и позитивную динамику во взаимной торговле, даже несмотря на мировой экономический кризис. Как вы знаете, вчера мы провели продуктивную встречу с президентом Шавхатом Мирамоновичем, в ходе которой обсудили актуальные вопросы сотрудничества между нашими государствами, а также определили дальнейшие шаги сотрудничества. Мы по достигнутым договоренностям правительствам двух стран необходимо будет усилить активную работу. В данном контексте предлагаю использовать все площадки для переговоров на регулярной основе. В первую очередь в короткие сроки нам необходимо организовать заседание очередной Кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Я уверен, что между нашими странами имеется полное взаимопонимание по всем вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия. Абдулла Арипов выразил полную готовность притворить в жизнь все договоренности, достигнутые на исторической встрече глав Кыргызстана и Узбекистана. А активному развитию отношений стран способствует не только стратегическое партнерство, но и многовековая историческая и культурная общность народов, сказал пример Узбекистана. Страны в последнее время приняли ряд усилий для дальнейшего увеличения двустороннего товарооборота, в том числе дан старт реализации дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. А это, как отметил Садыр Джапаров, только подтверждает готовность и заинтересованность сторон в развитии и углублении торгово-экономического сотрудничества. Тесное взаимодействие должно быть и на уровне парламентов двух стран. Кыргызстан и Узбекистан имеют огромный потенциал в торгово-экономической сфере. Раскрыт он не полностью, а потому кыргызская сторона готова к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынке двух стран. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность в том, что парламент Узбекистана внесет свой вклад в создание благоприятных законодательных условий для этого процесса. Кыргызстан весьма заинтересован в поступательном развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном. Убежден, что в данном направлении самое активное участие должны принимать члены нашей межпарламентской комиссии, группа дружбы и сотрудничества между парламентариями двух стран. Считаю важным отметить, что диалог культур неизменно рассматривается в качестве одного из важных факторов укрепления дружбы и доверия между народами. В этом контексте необходимо расширение культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов Кыргызстана и Узбекистана в целях укрепления отношений дружбы и взаимопонимания между жителями и молодежью. Спикер законодательной палаты Оли и Мажли Санурдин Джон Исмаилов отметил, что знает Сады Раджапарова как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей. Он заверил, что Нижняя палата приложит все усилия для содействия реализации договоренностей, достигнутых между странами на высшем уровне. Господин президент, что вы сказали, что между нашими странами очень много возможностей по укреплению сотрудничества. Действительно, мы в полной мере этим не воспользовались. Вчера мы убедились, еще раз, состоялись очень исторические события. Это остается в истории Узбекистана и в истории Кыргызстана. Мы на это уверены. Мы восхищались решительностью наших президентов. Вчера я участвовал во многих переговорах, во многих встречах, но таких решительностей очень редко мы видели. Действительно, с вашими устами слышали очень решительные слова. Действительно, народ нашей народы это ждет. И киргизский народ, и узбекский народ. Вы очень правильно сказали о связях между нашими народами. Кроме политических и торгово-экономических отношений, одним из важных факторов укрепления дружбы между народами является и диалог культур. Садыр Джапаров подчеркнул, необходимо проводить культурно-спортивные мероприятия, особенно в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана. Это важно для укрепления братских взаимоотношений между местными жителями. Урмадту Нурдин Джон Муйдин Хануич. Мен сіз менен жүз көрішіп тұрғаныма абдан қуаныштамын. Біртуған өзбекистан елі менен достуқ жена ынақ коншулық мамылелерді мұндан ары тереңдеті біздің тышқы саясаты ұзыдың ең маңелі бағыттарының бірекендігін білдіремін. Біздің елдердің тарықы, тили, ұтың өзбекистан елдердің тары өзбекистан өзбекистан өзбек esteң қалуғы әймын. двух государств. Это отметила председатель сената Олеймажлиса Танзила Нарбаева. Кроме реализации уже достигнутых договоренностей, важно развивать сотрудничество по информационно-аналитическому направлению между парламентами для гармонизации законодательства двух стран. Это, несомненно, послужит благополучию народов двух государств. Наш визит расцениваем как важное историческое событие в нашей стране, потому что этот визит открывает важную веху и вообще новую страницу в отношениях узбекского и кыргызского государств. Мы думаем, что мы высоко оцениваем ваши отношения к парламенту. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выразили пожелание встретиться с парламентариями Узбекистана, потому что вы не чужой для парламента человек. Мы знаем, что вы работали депутатом, что вы очень были активным депутатом, поэтому ваше пожелание встретиться с руководителями обеих палат, это, конечно, говорим, что это самое-самое такое важное событие в жизни и нашего парламента. Наша продукция в основном направлена на экспортные рынки и для импортозамещения внутреннего потребления. Предположим, холодильник и Samsung у нас годовая мощность 1 миллион единиц в год. И в завершающий день госвизита Садырджапаров и Шавкат Мерзиёев посетили инновационный технопарк Яшнабад. Это группа промышленных предприятий, ориентированных на создание высокотехнологичной, экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Цеха, где производят сельскохозяйственную и текстильную продукцию, собраны разработки в сфере гидроэнергетики, геологоразведки и машиностроения. Главы государства смотрели на электрокарах, тоже местного производства. Здесь же они обсудили возможность обмена опытом и сотрудничества, и теперь парк машин скорой помощи Кыргызстана пополнится. Узбекистан преподнес подарок – 20 карет скорой помощи местного производства.